Всем привет! В данном видео я продолжу раскрывать тему шифрования диска с помощью BitLocker, которая была начата в одном из предыдущих роликов. Этот материал о том, как зашифровать с BitLocker системный диск компьютера или диск C. Для полного использования возможности BitLocker, компьютер должен быть оснащен микрочипом TPM – Trusted Platform Module. Однако компьютеры без TPM также могут использовать шифрование BitLocker. TPM – это специальный чип, в котором хранятся криптографические ключи для защиты информации. Проверить, установлен ли на вашем компьютере TPM-модуль, можно запустив команду TPM-MSC, введя её в поле окна «Выполнить». Нажимаем Windows Plus R. Вводим TPM-MSC. В открывшемся окне «Управление доверенным платформенным модулем» мы увидим информацию о том, есть ли на компьютере совместимый доверенный платформенный модуль или его нет, включен ли он, если есть и готов ли к использованию. Если TPM присутствует, инициализирован и настроен, то сразу переходим к установке шифрования. Если на данном компьютере TPM-модуль присутствует, но его ранее не использовали и не инициализировали, о чём мы можем увидеть в меню управления доверенным платформенным модулем, то его необходимо инициализировать, чтобы включить. Для этого, переходим в панель управления и выбираем шифрование диска BitLocker. Выбираем «Включить BitLocker возле диска C». В открывшемся окне «Настройки шифрования диска в BitLocker» видим, что для шифрования диска C в системе необходимо выполнить два действия. Включить оборудование безопасности для TPM и осуществить непосредственно шифрование диска. Далее. Для включения TPM необходимо перезапустить компьютер. Нажимаем «Завершение работы». После этого компьютер выключится. Включите его и система предложит вам нажать F1 для активации TPM или F2 для отказа от активации. После нажатия F1 Windows загрузится и сразу же откроется окно настройки шифрования BitLocker, в котором видно, что TPM-модуль включен. Нажимаем «Далее» и переходим к стандартной установке шифрования. После завершения процесса шифрования диска, для входа в систему пользователю будет достаточно ввести пароль своей учетной записи Windows, после чего система и диск разблокируются. Вводить дополнительно пароль разблокировки BitLocker или ключ восстановления необходимости не будет. Это и является основной особенностью шифрования диска C на компьютере с TPM-модулем. При попытке загрузки компьютера любым другим способом, с помощью загрузочной флешки, командной строки, среды восстановления Windows и т.д. потребуется ввести ключ восстановления. При попытке изъять жесткий диск из вашего компьютера и подключить его к другому ПК для копирования данных, также потребуется ввести ключ восстановления. Т.е. теперь ваша система и данные системного диска надежно защищены от любых попыток взлома. Если на компьютере отсутствует TPM-модуль, о чём мы узнали из окна управления доверенным платформенным модулем, то чтобы внести изменения в локальную групповую политику для возможности использования BitLocker без TPM, откройте её. Для этого нажимаем Windows Plus R и в поле окна «Выполнить» вводим команду «gpeditmsc». • Откройте раздел в левой части окна «Конфигурация компьютера» • Административные шаблоны • Компоненты Windows • Шифрование диска BitLocker • Диски операционной системы • В правой части дважды кликните по параметру «Этот параметр политики позволяет настроить требования дополнительной проверки подлинности при загрузке» • В открывшемся окне установите «Включено» • А также убедитесь, что стоит отметка «Разрешить использование BitLocker без совместимого TPM» • Примените сделанные изменения • ОК • Закрываем редактор • Редактирование локальной групповой политики закончено • Можно переходить к установке BitLocker • Переходим в панель управления и выбираем «Шифрование диска BitLocker» • Выбираем «Включить BitLocker возле диска C» • Проверка конфигурации ПК • Выбираем способ разблокировки диска • В данном случае выберем разблокировку через пароль. Для этого нажимаем «Введите пароль» • Два раза вводим пароль и нажимаем «Далее» • Выбираем, куда сохранить ключ восстановления • Нашифруемый диск его сохранить нельзя. Пока ключ не будет сохранён, продолжение установки невозможно • В нашем случае сохраняем его в файл • Сохранить файл • Выбираем место хранения ключа восстановления • Я его сохраняю на флэш-диск • Проверяю, сохранился ли ключ в указанном месте • Далее • В зависимости от потребностей выбираем, как будет шифроваться диск • Можно выбрать из «Шифровать только занятое место» • Шифровать весь диск • Выполняется медленнее, подходит для уже используемых ПК и дисков • Далее • В следующем окне выбираю новый режим шифрования, который оптимален для несъёмных дисков • Далее • Перед началом шифрования рекомендуется запустить проверку системы BitLocker • Проверка потребует перезагрузки, но это лучший способ убедиться, что TPM, BIOS и порты USB будут успешно использованы BitLocker • Продолжить • После этого в системном трее появится иконка BitLocker • Кликните на ней и на уведомление о необходимости перезагрузить компьютер, нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас» • Компьютер перезагрузится и попросит пароль для расшифровки диска • Вводим его • Если всё пройдёт удачно, то система загрузится и начнётся шифрование • Чтобы узнать прогресс шифрования диска, кликаем на значке BitLocker в системном трее и видим, как выполняется шифрование • Шифрование диска C завершено • Закрыть • Теперь, после каждой перезагрузки Windows или при включении компьютера, для получения доступа к диску C необходимо будет ввести пароль • Так же, как и в случае с шифрованием диска D или съёмного носителя информации, пользователю станет доступно меню управления BitLocker • Для доступа к нему кликаем правой кнопкой мыши на зашифрованном диске и выбираем управление BitLocker • Видим возле зашифрованного диска C доступные функции управления • Приостановить защиту • Архивировать ключ восстановления • Сменить пароль • Удалить пароль • Отключить BitLocker • На компьютере с TPM модулем пунктов «Сменить пароль» и «Удалить пароль» не будет. О том, как отключить BitLocker, а также как зашифровать несистемный или съёмный диск с BitLocker, смотрите в предыдущем ролике, ссылка на который есть в описании. • Теперь, для входа в систему и разблокировки диска понадобится ввести установленный пароль. После этого система и диск разблокируются. • Если пароль будет утерян или введён неправильно несколько раз, для разблокировки диска понадобится ключ восстановления. При попытке загрузки компьютера любым другим способом, также потребуется ввести ключ восстановления. • При попытке изъять жёсткий диск из вашего компьютера и подключить его к другому ПК для копирования данных, потребуется ввести ключ восстановления. • То есть, ваша система надёжно защищена от любых попыток взлома, также как и на компьютере с наличием TPM модуля. На этом всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!